ПАРОВОЗИК В ПУКАН А та просто встает без единого перелома И вот данный феномен мягко намекает Что миллионам жителей близлежащих деревень и сел Остаются считанные часы до заражения новой формой бешенства И пока толпы бешеных животных добираются до ближайшего мегаполиса Переносимся к главному герою Сукву Кто? Сукву Мужик работает биржевым брокером На эту самую лабораторию И будучи человеком богатым и занятым Естественно у него не хватает времени, чтобы воспитывать свою дочку Даже не знает, какие дети предпочитают подарки на день рождения Ты знаешь чем увлекаются сейчас детвора? Пиво и косяк Ну да, сводить ребенка в торговый центр или там в парк аттракционов ума конечно не хватает Ну или на крайняк подарил бы ей светящуюся постель для геймеров Чего? Ты юбнулся что ли? Да нет, вот же После напряженного дня геймерам нужен отдых Представляем X-Shift Единственное постельное белье для геймеров Максимально яркая ночная подсветка Перезаряди свой циркадный рифм 13 миллионов люменов для крепкого сна И несколько режимов подсветки на выбор Теперь с датчиком движения И проспи пробуждение Заказывай на extremeres.com Ну что купились? Развел я вас Вот настоящий спонсор ролика Raid Shadow Legends Пошаговая коллекционная РПГ Темная фэнтези Еще и бесплатная Да, донат имеется Но я вон например раскачался до 48 уровня Не спеша и без вливания бабок Залипая минут по 15-20 между обзорами Самое то Плюс сейчас Raid увеличил награды за посещаемость С 90 до 180 дней Можно гамать как на мобилке, так и на ПК Кстати, я тут подкопил рубинов И открыл два десятка новых чемпионов Так что есть теперь чем заняться и кого прокачать Так что прямо немедленно перемещай палец в описание Качай Raid и получай в качестве бонуса 100 тысяч серебряных монет 50 рубинов Запас энергии А также навороченного чемпиона за конницу И вот Ву решает отвезти дочку в ее день рождения к бывшей в Пусан И вслед за ними в поезд проскакивает первый представитель зомборассы Потому что глухо слепой проводник Лучшее решение для развития сюжета Но самый бред в том, что после того как барышню покусали Она забежала в поезд, чтобы спрятаться в туалете А не обратиться к кондуктору за помощью Чтобы он вызвал врачей Да и например просто чтобы сообщить Что по станции бегают бешеные уроды И на всех нападают И так как после укуса превращение в зомбака Занимает считанные секунды Выходит девчонку покусали уже на вокзале Тогда где паника и кипиш? Почему никто не звонит людям в вагонах? Чтобы сообщить, что по стране пошел полный триндец Диспетчера не связываются с машинистом Чтобы сообщить о странном поведении людей на вокзале И приказать в цели к безопасности запереть вагоны Неужели зомби успели сожрать всю диспетчерскую До того, как те обратили свой взор на камеры наблюдения? Зараженная одиночка доходит до кондиции И приступает обращать проводницу в свою веру И вот они настоящие герои К девушке прицепилась какая-то сумасшедшая Но никто даже бровью не ведет, чтобы помочь Смотреть куда интересней Хорошо хоть на телефоны не снимают Зомби? Ну хоть кто-то сразу догадался А не тупит, выдумывая всякую хрень Да и если первая деваха превращалась в зомби достаточно небыстро То сейчас процесс занимает не больше 5 секунд Ну да, допустим, все зависит от места укуса Но за такое короткое время Антитела зомби-вируса Даже бы не успели распространиться по всему организму Плюс нужно время, чтобы изменить структуру ДНК И у людей исчезло сознание А двери так никто и не думает запереть До зомбо-хрены не пробрались бы дальше первого вагона Если бы у пассажиров была бы хоть капля мозгов Вместо мысли об аниме И стоило Ву с дочкой начать марафон из вагон на вагон Как все вагоны уже пустые Что позволяет свободно бежать Еще и Ву с легкостью отшвыривает зомбака одной рукой в сторону Вон там случаем не родственник Халка Это физически невозможно Дверь, закройте! Дверь, закройте! Ну хоть кто-то додумался Жаль, что единственный соображающий из толпы идиотов Окажется мудилой И странно ведет себя Ву Неужели не видел, что сюда бегут вполне себе здоровые люди? Впустить которых ничего не мешает Все, закрывай, закрывай! Эй, отпустите Что? Они не понимают как открыть И когда это ты стал экспертом по зверевшим людоедам Вчера? И никто не возражает и не боится Что зараженные случайно дернут ручку и дверь откроется Сразу понятно, что извилины ни у кого не работают Е-мое Ну вот, оказывается, что до других населенных пунктов добрался вирус И после объявления зомби-апокалипсиса Несколько часов назад Никто все еще не додумался остановить работу ЖД вокзалов Раз на станциях так много людей Да и зомби-вирус походу кости насыщает кальцием и железом Раз после падения с высоты птичьего полета Мертвяки просто встают Корейские власти выделяют военных Чтобы на станции встретить поезд и спасти выживших Поезд проследует Доты Джона Мне не нужно Доты Джона Дан нас встретит военные, которые будут охранять состав Ву идет звонить своему другу, у которого есть связи с военными Чтобы выяснить, все ли там в порядке Как только вы прибудете, вас закроют на карантин И так как Ву не горит желанием вместе с дочкой Загреметь на веселый психотропный аттракцион с немецким доктором-психопатом Просит другана вывезти их Не идите со всеми на главную площадь Сверните к восточному выходу Я предупрежу своих людей И вот поезд прибывает на станцию Но вместо экскорта с военными Выжившие получают кукиш без масла А машинист даже не знает, что происходит Что у вас там произошло? Походу, когда проезжал станцию с зомбаками Видосики на ютубе смотрел И странно, что только один мудила соображает как надо Единственный догадывается, что здесь что-то не так Все наши автобусы развернули Но почему так? Да карантин у них, вот почему Но тупой машинист решает осмотреть вокзал Осмотрим вокзал Вот же придурок Даже не думая, что внутри могут быть зомбаки А тупое стадо прямо за ним Причем всем роем И никому даже в голову не пришло Что раз на станции нет военных Которые должны были их встречать То здесь случилось что-то недоброе Полный пиздец Да живу ловит приступ тупизны И не может додуматься Позвонить своему другу И узнать где военные Вот тупица Ну вот, благодаря всеобщей дебилизации Толпа зомбарей нападает на выживших Потому что никто из этих сверхразумов Не подумал, что на станции могут обитать людожоры И надо же как удобно, что зомбари не услышали шум подъезжающего поезда И не сбежались на перрон А вот так по умному столпились в глубине вокзала Чтобы живые как можно дальше от поезда отошли Экипировка военных Прямо образец надежности Известно, что от укуса обращаешься за считанные секунды Но никто даже не додумался надеть каски Перчатки и бронежилеты И как интересно зомбаки смогли перегрызть целый дивизион военных Да пару человек с пулеметами всю станцию могли бы ухерачить Такое чувство, что вояки на зомбаков с дубинками пошли А Ву, кажется, не до конца осознал, что происходит Раз решает оставить дочку без присмотра Чтобы пойти побазарить со случайно появившимся военным И только благодаря боевому корейцу Сонгу Девочка не становится одним из ходоков Отец Века, спасибо Да, и следом везет самому Ву Что его персоне уделяет внимание только один зомбак И нет бы быстрее подняться на ноги и бежать Сидит на пятой точке и потихо охеревает Да и при таком пиздеце никто бы не стал его ждать Каждый бы думал о том, как спасти свою шкуру И мало верится, чтобы всего 4 человека Смогли сдержать натиск бешеной толпы А как это называется? Кондуктор вместе с девчонкой Вместо того, чтобы спасать себя Стоят и кричат выжившим забегать в вагон Словно без их крика Те пробегут мимо и прыгнут под рельсы Ну а следом целая толпа мертвичины сваливается на поезд Но до земли добирается лишь один И то какой-то инвалид А две тетки просто кричат смотря на него Вместо того, чтобы поднять свои задницы и галопом в вагон Ну и как это и бывает Зомбаки заполняют станцию вокзала Только когда все выжившие уже расселись по вагонам А Мудила снова единственный из всей толпы и рационально мыслит Сколько еще ждать? Отправляйте! Нельзя! Мои друзья еще не вернулись! И правильно делает А девчонка могла бы подумать Что друзья уже в другом вагоне давно Но нет! Эти герои все еще пытаются закрыть гребаную дверь на шпингалет Вместо того, чтобы заблокировать ее дубинкой Ну вот и догеройствовались Дверям хана Поезд отходит Будущих бейсболистов сжирают А другие еле-еле успевают добежать в вагон И чтобы главные герои не стали очередной порцией тухляша Поезд как по заказу держит низкую скорость Незаслуженно Жена Сонга, бомж, дочка Ву и бабушка запираются в туалете И жена сообщает, что они заперты в тринадцатом вагоне И так как пацаны от них находятся в четырех вагонах Начинают готовиться к своей смерти Четыре вагона Я пойду первым Замыкаешь Ты в центре Просто команда мечты Почему к смерти? Так не имея огнестрела или хотя бы парочки мачете Хрен бы кто когда проскочил через пару десятков зомбаков Особенно с их оружием Одна дубинка, пара кулаков И офисный планктон с пластиковым щитом Но задача сценаристам поставлена Значит требуется реализация Сонг просто в рукопашную начинает разносить зомбаков Бейсболист обрабатывает битой А Ву бьет щитом по ногам И все получается Ведь зомбаки превратились в джентльменов И нападают по одному Хотя если бы бросались как раньше все оравой У мужиков не было бы ни единого шанса Красавцы мои ненаглядные Еще и в темноте зомбаки становятся слепыми Благодаря чему их можно отвлечь трюком с телефоном И раз такой фокус сработал Могли бы пойти дальше И например открыть входную дверь в тамбуре Положить перед ней телефон Чтобы все зомбаки повываливались из поезда Мужики добираются до своих И не пойми зачем решают пробираться назад через зомбарей Хотя что мешало остаться здесь и дожидаться пока поезд прибудет в Пусан И вместо того чтобы второй раз провернуть трюк с телефоном Они за каким-то хреном ползут по багажным полкам И за секунду до безопасной зоны Поезд как назло выезжает из туннеля И когда они уже готовы бежать до двери Отжигает бомж Берет и не замечает под ногой алюминиевую банку Которую носом должен чуять за километр А дальше полный дурдом Воз бомжом пробегают двери забывая закрыть их Бегут в конец вагона оставляя Сонга в одного держать дверь А с другой стороны Мудила и его стадо забаррикадировало двери Потому что боятся что выжившие могут быть заражены И нет бы помочь Сонгу отбиться от зомбарей Закрыть нормально дверь и спокойно ехать в пустом вагоне Бейсболист пытается разбить дверь в другой вагон Да и бомжара и блом щелкает не думая помочь Сонгу закрыть дверь А сам боевой кореец как-то не подумал Что вот так совать руку где куча зомбарей Это последнее что нужно делать Парнишка наконец-то разбивает дверь но Мудила блокирует вторую Хотя видит что все люди здоровые А все тупое стадо ему помогает Вместо того чтобы оттащить в сторону яблоноида И дать людям пройти И вот благодаря всеобщим усилиям Выжившим все же удается пройти вагон Правда с потерями Если Сонг пожертвовал собой чтобы сдержать толпу зомбарей И спасти беременную жену То вот с чего вдруг бабушка решила присоединиться к армии мертвых Так и не ясно Мудлойд получает в табло за то что по его вине погибли достойные люди И чтобы спасти свою наглую морду продолжает козлить Он из них Он из зараженных Да результат налицо А все стадо опять с ним соглашается И выгоняют героя в соседний вагон Хотя что с них взять Если они укрепляют двери вагона за которыми находятся люди Вместо того чтобы укреплять те за которыми зомби И даже спасибо сестре погибшей бабушке Которая решила открыть дверь Чтобы накормить зомбарей этими тупыми идиотами Настолько тупыми что вместо того чтобы открыть дверь и спастись от зомби Они принимаются стучать по ней И ситуация вроде бы нормализовалась Стадо баранов пошло на корм Парнишка со своей девчулей Бомж думает о спрятанном самогоне А Ву наконец-то пообщался с дочкой Остается лишь дождаться приезда в Пусан Но как вдруг Сюрприз Контейнеры состава упали прямо на железнодорожный путь электрички Но серия неудач только разгорается И неуправляемый состав разносит вагоны заблокировав выживших После чего бейсболист ловит приступ и блантизма И принимается разносить стекло закрытой двери Вместо того чтобы просто пролезть под поездом А выживший мудила без причины продолжает быть мудилой Бросает девчонку на трупака Хотя мог просто закрыть за собой дверь Но в погоне за локомотивом Мудлойд все же получает свою порцию живительной заразы Которого ценой своей жизни на какой-то хрен спасает машинист Воз с дочкой и беременной выбираются из-под поезда А бомжи как это бывает при тотальном пиздеце становятся героями посмертно Ладно, хуй с ним И выжившим реально везет Что поезд все еще не уехал Ну а беременная походу симулировала беременность Раз не уступает по скорости озверевшим супербыстрым людоедам И вот герои уже на составе Но толпа зомбарей никак не хотят с этим мириться И словно обзаводятся единым разумом И создают целый ковер из тел Будто понимая, что это им поможет добраться до живых Только вес всех зомби переносился бы на руках тех, кто держится за поезд И они бы и секунды не продержались Что еще странно Состав, который должен тянуть многотонные вагоны Вдруг взялся тормозить от нескольких десятков тел Ву отцепляет ковер трупаков Но даже сейчас ему не удается насладиться победой Ибо на поезде находится мудак на стадии превращения И нет бы совсем мочи вдарить ему по шарам Пока он еще в форме человека Чтобы он загнулся и выкинуть его за борт Ву просто пятится назад Правильно, драться, когда он превратится в зомби куда интереснее Ну и видимо, фильму было недостаточно гибели отважных и хороших людей Ву без причины сует зараженному в пасть свою руку На что он рассчитывал, непонятно Ах да, мозги оставить за порогом, прости Но тут же реабилитируется и придумывает способ избавиться от мудлоида Эх, на минутку бы пораньше Полностью обратившись в зомбака, вуз сбрасывается с поезда После чего поезд прибывает на конечную станцию Где беременная и девочка идут через тоннель А недалекие военные не могут разобрать зомби перед ними или живые У нас в тоннеле появились два упыря Ребенок и женщина, кажется Ликвидировать Ведь зомби всегда предпочитают ходить парочками Обнявшись друг с другом И за секунду до того, как военный снес бы голову беременной Девочка запевает Прямо как чувствовала, что пение сейчас то, что доктор прописал Особенно, когда зомбаки сбегаются на любой звук Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok